Вот он к нам приехал Пару лет назад, когда наша съемочная группа приезжала в гости на мою маленькую ферму, Джеки выглядел вот так. Тогда он только-только попал в руки Ольги и Дмитрия. Здесь почти у каждого есть своя история, печальная. Близки вы к реализации своего проекта. Расскажите о нем, что это за проект и что нужно, чтобы он запустился. Да, вообще это уже мечта давнишняя. 8 лет назад у нас открылся зоопарк-приют и изначально это должно было быть здание на земле с выгулами для животных. Но 8 лет назад ничего не получилось, потом была пандемия и в общем тяжелая обстановка. И сейчас на 8-м году жизни нашего проекта мы все-таки решились, что мы должны построить зимнее здание для всех зверей, сделать им классный выгул, просторные вольеры и гулять с ними на земле. Притом у нас есть подходящее место для этого. Экопарк Поляны. Мы там летом находимся и там, конечно, очень здорово, потому что мы находимся в лесу. А осталось совсем чуть-чуть, чтобы начать стройку. Этим летом уже она начнется, верно? Да, мы прямо весной хотим начать стройку. Сейчас мы собираем средства. Нам помогают, опять же, наши посетители, которых стало за 8 лет очень много, которые верят в нас, нас поддерживают. И нам бы сейчас хотелось еще помощь предпринимателей, строительных компаний, архитекторов, дизайнеров, плотников, которые могут нам помочь с вольерами. Конечно, это все за денежку. Конечно, мы за это заплатим, но нам нужна помощь. Нам нужно собрать команду, которая вместе построит зимний зоопарк для наших зверей. Есть животные, которые спокойно живут, допустим, в вольерах и в уличных. А для кого нужны особые условия, скажем так? Да, в общем-то, у нас большинство животных, которым нужно теплое помещение, но и выгула. Но половина зверей у нас вообще теплолюбивые, которым нужно прям теплое зимнее здание, достаточно с высокой температурой. Это и носуха, и сурикаты, и декабраз. Большинство ваших жителей – это спасенные животные. Вот прям можете сейчас перечислить без подробных историй, кто откуда к вам попал. Да, у нас более 80% животных действительно подобранные и спасенные с разных мест. Ну, во-первых, у нас есть и кошки, и собаки, которые сами нас нашли, пришли с улицы. У нас есть звери с притравочных станций, есть со звероферм, есть с меховых ателье, есть с закрывшегося зоопарка с Перми. То есть у всех очень разные судьбы. Есть, например, енот Надюша, которого спасали 6 лет назад на платном переезде со всеми зоозащитниками. Откуда она появилась, до сих пор мы не знаем. И, конечно, нам нужно развитие, потому что нам, во-первых, тесно, а во-вторых, мы сейчас вынуждены отказывать тем, кто к нам обращается, чтобы спасти еще животных, потому что у нас просто нет физически мест, куда их разместить, не в карантине, не в самом помещении. И, конечно, нам для этого нужно здание. Очень надеюсь, что для нас этот год будет счастливый, потому что он високосный. Високосный год мы открыли этот проект 8 лет назад, 4 года назад у нас в проекте появился зоопсихолог. И этот год, я думаю, что мечта наша должна осуществиться. Решение зрело давно, и сейчас, в этом году, самое время его реализовать, говорит Ольга. У маленькой фермы за годы сформировалась большая группа поддержки. Это все посетители, которые приходят в гости к спасенным животным, общаются с ними, радуются знакомству и, конечно, поддерживают материально. А сейчас, чтобы у этих пушистых и пернатых появился постоянный дом в самом подходящем для них месте, такая поддержка становится особенно ценной. Во-первых, мы уже реализовываем проект, ему 8 лет, и он по-своему реализуется уже успешно, но пришло время выйти на новый уровень. И я хочу сказать, что мы полны надежд и вдохновения, потому что мы пользуемся большой популярностью у рязанцев. Нас любят дети, нас любят взрослые, нас любят зоозащитники, нас любят любители животных, и многие из них стали любителями животных с нашей помощью. Ну, а сейчас пришло время выйти на новый уровень. Мы обычно не просим помощи, в отличие от других приютов. Для животных мы самоокупаемы, мы не просим помощи у людей постоянно. Но, с другой стороны, мы не можем заработать на серьезные преобразования, на создание такого большого центра спасения животных, который будет и работать как приют качественный, хороший, образцовый, и как место для досуга, и как такой педагогический детский центр в Рязани. Для этого нам нужна помощь благотворителей. Ну, на самом деле, мы посчитали, что даже если бы каждый подписчик нашей группы перечислил нам всего 700 рублей, мы бы смогли реализовать этот проект. Ну, а тут уже кто сколько может. И это очень хороший шанс, потому что люди обычно жертвуют на животных, либо на детей, либо на какие-то интересные стартапы, социальные проекты какие-то. А в нашем проекте есть уникальный шанс пожертвовать сразу одним взносом на все вот это вот. Потому что мы сочетаем в себе все эти качества, и нам не стыдно за то, что мы делаем. Мы очень этим гордимся, очень это любим. Это наша жизнь, это не просто бизнес, не просто какой-то проект для галочки, чтобы отчитаться по гранту или по какому-то. Это правда наша жизнь. Мы здесь круглосуточно, мы этим живем, и мы очень надеемся вовлечь в это больше людей, сделать к этому причастными. Мне кажется, сейчас это очень актуально. Вот поэтому мы объявили сбор средств, краудфайдинг. Сейчас мы просто по нашим соцсетям это делаем. В феврале мы подадим на Планета.ру. И будем собирать средства, посмотрим, сколько граждан откликнется, сколько людей будут неравнодушны к этой проблеме. Мы думаем, что многие захотят в этом поучаствовать. Спасибо. Прийти и познакомиться с жителями приюта зоопарка сейчас можно внести. При желании внести свой вклад в их будущий большой дом в окружении природы. Только представьте, сколько живых существ обретут счастье, любовь и самую лучшую звериную жизнь. Когда мечта о большом постоянном центре спасения станет реальностью. Кстати, если вы еще не бывали в приюте-зоопарке, сообщаю новость. Недавно в моей маленькой ферме появилась новая экскурсия ночная. Большинство зверушек активны в темное время суток. Поэтому посмотреть на их поведение, когда они бодры, согласитесь, очень интересно. Зверь пускает только меня в волье, на остальных он нападает. Он тоже приехал к нам из закрывшегося перамского зоопарка и очень был там привязан к своей хозяйке. Очень долго скучал по ней. Со мной подружился. После того, как меня укусило, я на это никак не среагировала. И он понял, это наш человек, это из семейства енотовых. Да. И больше никогда не кусал. Полосик. Привет, привет, привет. 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 Ты сладкий такой, сладкий, носатый, полосатый. Ты сладкий, носатый, полосатый, полосатый, полосатый.